Люди говорят о том, что вступление в ЕС позволит политикам продать наши земли европейцам. Я слушал часто, и у меня в районе это же. А очередь выставилась? Знаете, сколько стоит земля сейчас? Ну, вблизи Кишинева, конечно, там. Но это не для сельского хозяйства. Она стоит очень дешево. Знаете, сколько людей хотят эту землю продать? Они продают местным лидерам, каким-то местным компаниям. Смотрите, с точки зрения даже сельских хозяйственных угодий, мы не являемся такой большой приманкой для европейских. Есть очень серьезные, большие страны Евросоюза с сельским хозяйством, очень развитым. Польша, Франция. Ну, почему не являемся? У нас хорошие бонитеты земель. Ну, не только у нас же. Это легенда, что только у нас есть необрабатываемые земли. И сейчас есть предприниматели, которые покупают земли, есть предприятия, которые покупают. И у вас, я уверен, вы об этом. Они существуют. Они местные или какие-то joint ventures, как говорится. То есть это существует. Это уже старая страшилка. Я не думаю, что она так сильно уже влияет. Не работает? Продолжение следует.